У нас куда-то уходит 8000 кубов. Сейчас будем разбираться, куда. Видно улицу, да? Да, видно. То есть это вот сквозное отверстие. Ну вот здесь, видимо, у нас соединение. Вот очень хорошо идет отсюда дым. Всем привет! Меня зовут Александр Илохов. Являюсь директором института пассивного дома. Сегодня я расскажу вам, что происходит в современном строительстве, в строительной отрасли у нас в стране. Для этого рассмотрим пример коттеджа, площадью около 400 метров квадратных. Первый этаж – это кирпич. Кирпичная кладка, утепленная. Второй – это брус. Мы рассмотрим, как строят это здание, какие ошибки происходят и как их необходимо устранять. Забегая вперед, могу сказать, что в Европе испытание на воздухопроницаемость – это обязательное мероприятие. Происходит оно минимум два раза. Первый раз на этапе черновой отделки, второй раз на этапе ввода в эксплуатацию. Ну, по факту, может происходить и несколько раз, пока не устранятся все замечания. В России нормируется испытание на воздухопроницаемость, но это вещь необязательная, к сожалению. Поэтому практически все игнорируют нормы воздухонепроницаемой оболочки и в проекте никто не уделяет внимания вот этим вот мелочам, как считают проектировщики. Но по факту это очень важные и значимые вещи для современного качественного строительства. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас куда-то уходит 8 тысяч кубов. Сейчас будем разбираться, куда. Не проклеили до конца камин. Фронтальную крышку надо будет сейчас проклеить. То есть это одно из мест. Да. Здесь закрыто отверстие в подвал. Проклеили пленкой рабочие. Но надо будет сейчас раскрепить, пленку поджать, чтобы не было парусности, потому что у нас при разряжении вот здесь вот с дальней части уже пленку оторвало. Вот. Поэтому сейчас мы просто укрепим это пространство и будем продолжать производить испытания. Вот этот угол начало оторвать. Сейчас надо... Может, отсюда, прям по верху еще... Жирным слоем, да. Чтобы у нас была площадь больше. И надо чем-то придавить ее, правильно? Да, здесь надо что-то положить, чтобы парусности не было. Ну, порядка 0,3 метров в секунду. Вот он до 0,4 доходил. Да. Это шов примыкания стены с конструкцией кровли. Ну, и протяженность мы видим какая, да. Ну, то есть периметр здесь порядка 20, наверное, погонных метров. 0,5. Только в одной комнате. Ну, вот 0,5. 0,6. 0,6 даже метров в секунду. И это еще... Это у нас еще перепад давления 25 паскалей, да. То есть будет больше. Вот тут несколько метров в секунду уже. Уголек красный. Видно улицу, да? Да, видно. То есть это вот сквозное отверстие. Клееный брус. Так, что-то вот потянуло. Вот видите, тоже. Вот пошел наш дым, пожалуйста. То есть у нас разрежение минус 25 паскалей. И замечательно все у нас. Вот порядка здесь вот почти 2. 1,8-1,7 метров в секунду. Где-то поменьше, где-то побольше. Вот здесь вот прям замечательно дует. Как из вертикальных швов, так и из... Вот здесь особенно, да? Мы видим с вами. Вот здесь 0,6 метров в секунду. А вот это вот? Здесь вот порядка 0,9. То есть вот здесь уже пошел дым. То есть тоже уплотнители в принципе держат, но вот он где-то здесь проходит. Либо он скорее всего здесь проходит. Вот он, видите? Вот пошел дым. Видно? Вот здесь вот, в этих уплотнителях, вот он, некачественное окно. Вот здесь пошел, видите? Вот в зоне петли, вот он, дым пошел. Ну вот здесь, видимо, у нас соединение. Вот очень хорошо идет отсюда дым. Ну и скорость порядка 0,3 метра в секунду. Ну это тут, видимо, соединение двух брусов, брусев, заделан стык. Внизу, видите, вот некачественное окно. То есть сам штапик, штапик и рама примыкания, видите, где проблема? Вот она. Вот здесь вот. Идем дальше. Бонн задувает. Да, вот, видите, здесь уже сам оклад, вот он, не герметичный. То есть видно, что шов, примыкание окна и шва тоже не герметичный. То есть вот дым у нас поступает порядка, эти, 0,2 метра в секунду. Активно по всему штыку видно, что дым идет. Опять проблема окон, видите, штапик идет. Вот он, вот он идет, проблема. Вот здесь вот, ну это скорее всего уплотнители плохо держат. Да, то есть вот потихоньку просачивается. Вот, ну это петли, это стандартная болезнь. Вот здесь тоже, видите, штапик плохо сделан. Вот он, знаете, дым проходит, не проклеено. Ну вот здесь еще более-менее. То есть даже рукой визуально можно почувствовать, что здесь очень хорошо тянет. Вот он пошел дым. Порядка, видите, трех метров в секунду. То есть тут вот уже щели такие по 0,5-0,7 миллиметров. То есть... Пойдемте в ту комнату пройдем. Ну вот здесь пока еще не тянет дым. Но термоанимометр показывает порядка 0,5 метров в секунду. Да все равно есть. 1 метр в секунду. Есть, да? Я пока не вижу. 0,4 метра в секунду. То есть вот весь шов дырявый. 0,3 метра в секунду. А, видите, куда он прошел? Даже вот вдоль бруса. Вот сюда уже прошел. Обалдеть. То есть по какому-то более короткому пути. Ну это из того... По брусу. А, вот видите, как пошло интересно. Проверим. Ну здесь, да, вот видите, 0,4 метра в секунду. То есть на расстоянии порядка двух метров от угла. Видите, просачивается вверху и так далее. У нас идет фильтрация воздуха. То есть не сам узел, даже угол слабый. А слабое расстояние порядка двух метров. Знаете, дым. Что обидно? Объект очень дорогой. Заказчик потратил колоссальные деньги, чтобы его построить. А сейчас многие вещи надо устранять. Поэтому, на наш взгляд, испытания на воздухопроницаемость должны быть не добровольными, а обязательными. То есть все объекты, особенно вот такие дорогие и, соответственно, большие, необходимо испытывать несколько раз. Первый раз на этапе черновой отделки, чтобы устранить все эти замечания. То есть и спокойно, качественно выполнять уже чистовую отделку. Поэтому обращайтесь к нам. Мы всегда поможем. Проведем эти испытания, проконсультируем. При необходимости отработаем нужные решения и узлы. И, соответственно, поможем реализовать качественную оболочку здания, в которой будут работать все инженерные системы, будет максимальный тепловой комфорт и будет долговечное здание.